Американский генерал решил воевать не с Россией, а с КНР. Армии и войны, военное обозрение 24 сентября 13.43 Американский генерал решил воевать не с Россией, а с КНР. Насколько российская армия отстанет от НОАК через 10 лет? Владимир Тучков. Комментарии в просмотров 4065. Фото. Артем Иванов, ТАСС. Американский генерал Джеймс Макконвилл выступил с инициативой, которая слегка озадачила официальный Вашингтон. Он предложил все усилия по противостоянию самому угрозному противнику переместить из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион. То есть на Россию можно не обращать большого внимания. Главное препятствие для утверждения американских интересов представляет Китай. Надо сказать, что генерал непоследовательный. В августе его утвердили на должность начальника штаба армии США, то есть сухопутных войск. Не задолго до этого он выступил в Сенате с притронной речью, в которой призывал существенно увеличить численность американских сухопутных сил в Европе не только на ротационной, но и на постоянной основе. А также наращивать вооружение и материально-технические средства. Это необходимо, как заявил генерал, для сдерживания агрессивных устремлений России. И вдруг Макконвилл резко поменял вектор своих профессиональных интересов. Теперь он уверен в том, что в Европе следует оставить минимальный внешний нынешний контингент. Правда, при этом необходимо инициировать более интенсивное участие в выстраивании противорусского счета европейскими партнерами. И тут странам-участницам НАТО не мешало бы перенять опыт Польши одного из лидеров этого строительства. Этого хватит, чтобы сдерживать Россию. Читайте также. Пентагон признал, ЗРК Патриот опозорился Саудовской Аравии, ограбленная Штатами, пытается построить надежную систему ПВО. Потому что совсем скоро, по историческим меркам, главным и самым грозным противником станет Китай, который стремительно наращивает свою военную мощь. Мак-Он-Вилл считает, что знамя главного врага США Китай перехватит из рук слабеющей России в период между 2028 и 2035 годами. Мак-Он-Вилл предлагает не только наращивать в Азиатско-Тихоокеанском регионе численность американских войск и количество самого разнообразного вооружения. Он, как и все вооруженных силах США, одержим идею ведения многодоменных боевых действий. Они базируются на высочайшем уровне систем в связи с сверхмощных рассредоточенных компьютерных системах. То есть в идеале, до достижения которого еще довольно далеко, все подразделения ВС США на суше, в воздухе и на море, где бы они ни располагались, должны быть связаны единой информационной сетью. Сеть обладает искусственным интеллектом и помогает командованию принимать решения о наступательных и оборонительных операциях, о численности и виде войск, принимающих в них участие ИТ, Д, ИТ, П, в американских научных центрах, и прежде всего в Пентагоновском агентстве перспективных военных исследований. ДАПА, под управлением командования перспективных вооружений США, усиленно работают на этом направлении. Созданы две многодоменные оперативные группы по Европе и по Азиатско-Тихоокеанскому региону. И в них проводятся работы по формализации взаимодействия разнородных боевых единиц. Как видим, Пентагон и без генерала Маконвилла уделяют достаточное внимание Китаю. Однако он предлагает распределять силы между этими двумя регионами пропорциональной мощи противника. С тем, что Китай к концу следующего десятилетия будет иметь мощнейшую армию, спорить с Маконвиллом невозможно. Остается только неясность относительно того, насколько отстанет от Китая Россия, если в стране существенно не переменится экономическая ситуация. Но уже и сейчас можно говорить о том, насколько преуспеет в будущем Китай в военном строительстве. Наиболее наглядную картину тут дает ВМС Ноак. Начнем с авианосцев. Их у Китая пока два-один учебный для подготовки пилотов и корабельной команды, второй боевой. Боевой, если и отличается в лучшую сторону от древнесоветских прототипов, то ненамного. Но к середине следующего десятилетия кораблестроительная промышленность Китая намеревается построить еще от трех до четырех авианосцев. Причем последние из них будут по боевым возможностям не хуже американских атомные, как минимум с паровыми катапультами. Но, может быть, и с электромагнитными эсминцев 40. Из них 16 это современные корабли, спроектированные и построенные в нынешнем веке. Причем скорость их строительства совершенно фантастическая, недоступная ни одной другой стране мира. Так, эсминцы типа 052D поступают в ВМС с интервалом в полгода. Четыре новейших эсминцы типа 055 были спущены на воду в интервале между июлем 2017 года и июнем 2018 года. Крупнейший послеамериканского эсминца «Замволд» корабль имеет водоизмещение в 12 тысячах. Тонны длину 183 метра. К 2028 году в строю будет 16 таких эсминцев. Вооружение представлено 128 крылатыми противокорабельными ракетами, зенитными ракетами, аналогами американских СН-3, зенитной артиллерией и дальнобойными артиллерийскими установками калибра 155 мм. Есть еще и противолодочное ракетное и торпедное вооружение. А всего кораблей данного рангу у китайцев будет 68. Это столько же, сколько у американцев. Количество российских кораблей и этого ранга исчезающей мало 3. Современных фрегатов с управляемым ракетным оружием 42. Общее количество с учетом кораблей более ранней постройки 75. Они имеют водоизмещение в пределах 4000 тонн. Вооружены так же, как и эсминцы, но в меньшем объеме. Их строят по 3 вопросительный знак 4 корабля в год. В России фрегаты строят от 5 до 7 лет. У нас их 2. В МС Китая есть и более 40 корветов. Плюс 6 универсальных десантных кораблей. Россия уже давно намеревалась заиметь хотя бы один такой. Однако французские мистрали проплыли мимо нашего флота. Теперь периодически появляется информация о том, что утк вот-вот будет заложен на какой-нибудь верфи. При этом в Китае освоена и технология атомных энергетических установок для подводных лодок. У них есть 5 стратегических подводных ракетоносцев и 9 многоцелевых атомных лодок. Как видим, ВМФ России уже существенно отстает от ВМС Китая по массе. И каким бы совершенным ни было российское ракетное оружие, но при отсутствии достаточного количества средств его доставки говорить о мощи отечественного флота не приходится. Почему Эрдоган не купит у России Су-35 и Су-57 схватка, Локхид Мартин, Боинг и Огп Сухого в турецком небе третий рот войск Ноак сухопутные войска. И здесь идет полным ходом как учеба у передовиков, то есть воспроизводство лучших мировых образцов, так и создание оригинального оружия. Например, Китай вместе с еще тремя странами США, Израиль, Франция обладает противотанковыми ракетными комплексами третьего поколения, к которому относятся, например, сильно разрекламированный американский «Джавелин». Китайский ПТРК «Х-12» также имеет инфракрасную ГСН и способен поражать бронированную технику в наименее защищенную верхнюю проекцию. Но при этом бронепробиваемость существенно выше 1100 мм гомогенной брони. Хорошие впечатления производят китайские танки. Реактивные системы залпового огня имеют рекордную дальность, превышающую 200 км. Так что вполне современным вооружением Китай обладает. Обладает и финансово-производственными ресурсами, позволяющими с рекордной скоростью и в больших объемах выпускать это вооружение. Не согласиться с тем, что Китай спустя 10 лет будет иметь мощнейшую армию, невозможно. И очень может быть, что армия США будет на этом фоне выглядеть довольно бледно. Военное обозрение, Пентагон признал, ЗРК «Патриот» Опозорился военные новости, Трамп, расширение военного присутствия в Польше не связанной с Россией.